Релиз версии 1.1.2 для eFootball 2022 не сопровождался ничем интересным, поскольку контента в игре как такового не появилось. Данное обновление было направлено на исправление многочисленных ошибок в eFootball 2022, которые все еще присутствуют в игре. Так сказать, разработчики им плодили столько ошибок в игре, что они будут их исправлять еще очень и очень долго. Но сегодня мы здесь собрались не для этого. Вместе с обновлением также Konami выкатили небольшой пресс-релиз, где они обомвились о том, что уже вскоре появятся лобби-матчи, как это было ранее, когда вы могли играть с друзьями на мобильных устройствах и на других платформах тоже. Однако, опять-таки в ранее упомянутом анонсе упоминается только мобильная версия игры, то есть лобби-матчи ожидаются только для мобильной версии игры. И как так получилось, что имея наработки лобби-матчей еще с самой первой версии под нумерацией 0.9.0, лобби-матчи все еще не планируются на консольной версии и на остальных версиях тоже? Обо всем этом и не только предлагаю поговорить в рамках данного ролика. В комментариях я буду ждать ваше мнение по поводу всего услышанного, что вы думаете на этот счет. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, поскольку это также немаловажно. Ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Вопрос с режимами в eFootball обстоит не менее острый, чем с теми же донатами, карточками и так далее. Поскольку отсутствие как такового разнообразия в онлайн режимах удручает не только новичков, но и заядлых игроков, которые души не чают в eFootball. Поскольку играть в один Dream Team по истечению времени наскучивает, и большинство игроков, которые играют в него достаточно давно, а именно с апреля, и по большей части непрерывно, уже в основном прошли игру. Они собрали составы, прошли многие ивенты, дошли до первого дивизиона и уже играют со второго и с третьего аккаунтов. Игрокам банально нечем заняться в eFootball, кроме как коллекционировать карточки и так сказать пытаться их выбивать. Недавние премиум карточки стали единственным развлечением для большинства игроков, чтобы постараться их выбить. Не столько играть ими, сколько просто повыбивать их. И в недавнейшем пресс-релизе Konami внезошли на игроков, объявив о том, что они возвращают лобби матча в eFootball. В мобильную версию. Про консольную и ПК версии ничего не упоминается, однако потом появились новости, что чуть позже лобби матч появится и на всех оставшихся платформах, только после мобильной версии. Вся проблема в том, что нам не объявили дату, когда лобби матч появится даже на мобильных устройствах, что уж говорить про остальные платформы. И в связи с этим возникает вопрос, а в чем проблема это все добавить? Учитывая, что в той же ПК версии, в консольной версии, подспорье для лобби матчей присутствует еще самой первой релизной версии. Когда игра только вышла, мы говорили об этом в рамках тогдашних роликов, но тем не менее предлагаю освежить память. В игре присутствуют вот подобные меню, которые содержат настройки для лобби матчей, разнообразие игр, 1 на 1, коп пвп, коп с лобби комнатой, коп с искусственным интеллектом, матч 1 на 1. Все эти настройки, они уже присутствуют в игре, просто они не активированы и скрыты от игроков. Соответственно вопрос, в чем проблема добавить это в течение лета? В чем проблема добавить это в мете с мобильной версией игры? Почему игроки должны ждать? Я не говорю про оффлайн режимы, которые переносят то на зиму, то на весну, то на конец лета, а потом и вовсе на 23 год. Про оффлайн мы ничего не говорим, поскольку eFootball это фри-то-плей игра, которая настроена на онлайн. Оффлайн это так уже, в самую последнюю очередь. Но хотя бы онлайн разнообразие, хоть какое-то разнообразие в игре, чтобы удерживать потенциальных пользователей, кто будет в потенциале донатить. А по итогу, они собирают вокруг себя только хомячков, снабжая их все новыми и новыми карточками, не предоставляя никаких режимов. И опять-таки, как неоднократно подмечалось комментаторами и мною в роликах, Konami постепенно превращает eFootball в такую игру, где карточки стоят на первом месте. То есть, взгляните на все разнообразие карточек, которые уже присутствуют в игре и вспомните про разнообразие режимов. Отчетливее всего, проблему режимов в eFootball демонстрирует вот эта вот картинка, которая демонстрирует режимы в других играх серии PS, в 21 части Pro Evolution Soccer, в Lite версии Pro Evolution Soccer и в eFootball. С эволюцией частей режимов становится все меньше и меньше. Как только у нас появился next-gen на PS4 и PS5, количество режимов стало намного меньше, чем оно было до этого. Lite версия и так была направлена на онлайн, соответственно, наличие там большинства режимов и так не планировалось. И теперь у нас появился eFootball, где режимов стало еще меньше, чем было в той же Lite версии игры, которая также, я напомню, была бесплатной для игроков. Опять-таки, мы возвращаемся к отношению Konami к своим игрокам. И как же забавно после всего этого слышать от некоторых пользователей о том, что вы просто не можете потерпеть, опять ваш юношеский максимализм, довольствуйтесь тем, что вам и так дают, скажем так, все могло быть еще хуже. Куда уж хуже, когда мы имеем вот такое ничтожное количество режимов во фри-то-плей игре. Сравнение eFootball с PS Lite, как по мне, еще более показательное, поскольку, опять-таки, PS Lite также была бесплатной игрой, и там было намного больше тех же онлайн-режимов. В eFootball же все эти самые режимы из Lite также присутствуют, просто они по большей части не завершены и скрыты от игроков. Когда это закончат? Почему так долго с этим тянут? Неизвестно. Неужели они целый год, полтора потратили на исправление игрового процесса, который и так далек от идеала, который и так вызывает горение пятой точки у большинства игроков? Я просто не поверю. Как ни трудно догадаться, выводы, как и всегда, довольно удручающие. Посему в комментариях под этим роликом я буду крайне рад узнать ваше мнение по поводу всего услышанного, как вы думаете, как мы вообще к этому пришли, стоит ли еще верить разработчикам, или же просто скептически относиться к каждому их обновлению и каждому к их сообщению. Обязательно отпишите в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья. Ваша активность это залог успеха для данного канала. Ну и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Уже немного осталось до 17 тысяч, поэтому давайте поднажмем. У меня на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр этого ролика. Желаем вам всем удачи и приятной игры, будь то в Ефутбол или же в ПЕС. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok